итак новое понятие слабое звено почему потому что дерево начинает умирать болеть пропускать урожай рано покрываться плесенью покрываться грибами то есть плесень это тоже грибы покрываться насекомыми так вот пользуется фрукты на дереве а есть такое понятие их несколько это совокупность и вычленить очень сложно сейчас мы с вами попробуем для примера и так вот это и будет слабое звено читаем валерий константинович знаю что вы сегодня очень заняты поэтому не тороплюсь с ответом мне прислали фото груши и просили у вас проконсультироваться снос я делал зачем я написал я им ответил конечно что думаю под фотографии приведу свои ответы рано надеюсь страшно они думают что заболел то есть люди стоят в узи груши и не знают причин теперь вот я две фотографии это с этой стороны снята вот видите у кого на телефоне плохо видно справа находится металлический пруть или как он называется этот самый а я уже хоть и металл ходовой слова забывает арматуре на а слева вот она вот и вторая наоборот теперь сфотографируем с другой стороны но понятно что ответ он мне свой ответ он не сразу то есть только увидел фотографии находка 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 для вебинара и сразу раз перенес вот тут же давай лихорадочная время то оставалось совсем мало минуты я давай тогда лихаться так железный пруд что сделает уничтожит корни почему мороз пруд пробил защиту теплозащиту пробил дерн вот и теперь мороз хозяин там до того места до куда он забит значит а что такое слабый уже подмерзает корни это еще не факт что одна причина слабое звено это когда несколько причин потом я думал думал ну ладно вроде дерн есть хорошо давай подумаем не замерзли но не подмерзли дальше я совершенно не вижу заметьте впереди ответ антона которого я переходит в разряд этих самых ну как бы поднимается по социальной лестнице из учеников учителя я не шучу вы тут такое плеяду вырастил хохо смотрите значит но понятно что наверное при входить тонко-тонко тонко потом раз прошло толсто скорее всего прививка вот тут вот я так специально чтобы видно было я пока скорее всего значит что можно еще добавить к этому подмерзанию корней биологическая несовместимость согласны начинается гниение у меня есть такие фотографии в своем саду делал давно правда врач это было для меня знакомая болезнь вот и тогда чек замазал но это спасти не может почему вот он замазал а под ней гниение продолжается еще лучше продолжать эти друзья дальше наверное как оно бывает это я извиня то я копаю сюда глубоко и ничего не упускают вот до сюда ваш был подвой а почему не как я учу пить и в семи сантиметрах от низу дело в том что вот здесь вот эти на месяц на два позже появляется вот этот росток вот уже в этом месте то есть если брать длину а вот здесь он мог взять почку самого низу отрезанной ветки и получается несовместимость помните друзья мои эти самые мой закон сопочинения почек да у меня свои законы наука них не 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 использует она об этом и не знает помните слова не надо знать главное не то что не обязательно не надо потом вдруг правда окажется и вот получается так что допустим я так говорю если вот здесь вот почка где привито за номером 7 а к ней привито почка за номером 3 то есть на ветке а должно быть допустим я не пойму сейчас немногие меня поймут а допустим если бы допустим а пониже было бы пониже да и тогда бы уже был проще уже мы тогда привой бы не обгонял но кто понял то понял есть отдельная тема мы все это прорабатывали короче вы из-за этого возникла несовместимость уже только потому что вот в этом месте не сходится как бы сказать не сходится не сходится возраст подвоя и привоя на момент прививки вот сейчас еще тех 2 понял и сотен ладно извините меня так потом значит естественно что мы не знаю на что привито кто привит и вот казалось бы когда я думаю ну все я ответ подготовил внимание а а один из будущих авторитетов фильм видели видели антон колесников живет в казани а выделился тем что он помогает выращивать для него сад по железу а тот-то умудрился имея 50 гектаров тысячу за тысячи садит где угодно купленное по принципу что-то достанется я боюсь если я скажу ничего не останется я знаю что такое не вкусная не сладкая то что производит в основном местные наши эти питомники а то что происходит на севере то есть на юге а их обман мошенническим образом выдают за север те просто замерзнут вот и вот антон дает свой ответ для меня там праздник вот еще раз с одной стороны другой стороны ну ладно уже буду до конца нудным короче били тоже не забыла это огромный минус о чем не загадывается тот кто кто-то кто-то этот саженец ну друг антона кто-то кто попросил оттуда помощь с моей помощью ну теперь внимание антон страшная рана какая за нее возможно и засыхает нормально как естественно что это тут уже все смотрите внимательно фактически прекратилось сокодвижение согласны правильно но это общий ответ далее я бы ниже рано спилил а на следующий год заново привил получается так если это место прививки там по крайней мере давайте спасать подвой антон абсолютно прав то есть здесь здесь где-то отрезается выбрасывается вот видите уже одни же вот эти вот листочки это груша это скорее всего подвойная груша вот и на него может быть приводом спустя лет ну то есть это спустя и зиму вот то есть отличный совет дальше теперь выдернул бы арматуру и больше не красил дерево вот так а то тоже буду говорить уже и вам сказал полушутя принимайте эту самую работу а я пойду отдыхать теперь внимание корневой шейку надо посмотреть на и заглублена ли груши очень боятся заглубления корневой шейки я специально про это не словами сказал вот знаете почему потому что этот совет уже я уже 237 вебинар я уже раз 50 или соскал любая да слабое звено проявилось вот тут но любая работа начинается с раскапывать вы понимаете какого уровня у нас теперь в этом ученик не заглублена ли все разобрались вот так должны отвечать студенты теперь если бы антон взял бы и отправил туда помните тот канал и даже боюсь говорить знаменитая фамилия где миллион сто тысяч подписчиков что бы вы услышали арматуру бы никто не заметил десяток разных фунгицидов и прочее прочее подкормки были бы залить водой было бы так нет значит фугициды было бы еще раз победить а по белка сильного числа в общем мы поняли да вот и наконец что вы пишете спасибо лекарственничку вступать место рано нам есть ему получиться и совершенно случайно я же начинал с этого самого за здравия за упокой помните детей помните что их надо второго отца обязательно каждую него подумайте об этом надо чтобы везде люди прозвучало со всех трибун него то что мы каждый день слышим 1 потому в течение уже 8-9 лет причем как они умудряются это это просто ужас поменяйте тему времена трудно и давайте внушим всем у каждой семьи семьи есть родственники у каждой семьи есть друзья сделайте так чтобы каждый ребенок имел крестного отца до крестят но мало а если покрытили кто там ваньку допустим пишите ваня а тут ваня уже и даже не знает что он отвечает с этого момента когда осветили его и время церкви он отвечает за этого ребенка больше чем отец потому что отец есть ванна кормит а за духовное воспитание кто должен отвечать красотец красая мама почему-то потому что родители шалеет ребенка у меня был такой момент когда кричал на ребенка у них несколько крест я говорил я не буду тебя ремнем пороть давай так или ты признаешь мой авторитет и будешь это самое жить по его воспитываться настоящий мужчина сейчас отвезу тебя церковь и при тебя скажу священнику вычеркните мою фамилию из этой книги где-то мне сказал ладно не захотел потерять красота вот о чем говорю вот это еще одна учете время наступило тяжелое чуть-чуть про садоваться поговорили поговорили болезнь выявили слабое звено выявили смотрите сюда что написал сюда я говорю отдал убираем это обычно я убираю видите нет оставьте короче запомните в казани есть антон умнейший мужик помогает своему другу который по моему для паса с этими 50 гектар а вот теперь параллельно сад растет из моих уже из моих материалах параллельно вот и а потом все это отдаст другу уже андрея вот это настоящая дурма идем дальше перейдем рельсы стрелка меня на одном из вебинаров поразил ваш совет о том что жители многоэтажек обязательно нужно иметь противогазы вроде бы простейший совет а какой ценный да это ценный совет коротко многоэтажках часто возникают пожары вот очень много людей гибнет статистика страшная не в том количестве погибших а в том что большая часть из них не от огня погибает не сгорает а просто задыхается и потом целенькие таки знаете целенькие ничего не это самый ни один волос не обгорел целенькие свеженькие трупы едут в эту самую как называется в морг вот почему потому что своих даже спасить практически невозможно до многих не достают лестницы вы помните если перед пожарной машины 10-20 автомобилей которые стоят еще на тормозах и на этих включенными скоростями вот даже когда они есть всех спасти не сам не могут дай мне на гитарске 10-20-30 этажей люди гибнут страшно вот как может чек ой все я не буду нагадять страсти короче что я об этом говорю вот надо же антон запомнил прошло много лет а может быть не немного 3-5 лет и что я сказал даже фотографию это против газовый в каждой семье продолжаю это должна быть не всякая херня именно вот это законодательная инициатива вот те кто умудрился попасть в эту иногда я думаю должно быть польза а что это значит это значит что да где-то еще возможно не до конца прогнившие противогазы лежат где-то еще где-то чистится пусть на бумаге эти самые эти самые склады гражданской обороны и будут лежать и когда они понадобятся никто до них и не доберется потому что понятие гражданской обороны уже не существует принципе . объявить тревогу вот и даже когда загорятся дома я беру простой пример это же самый прилетит и врежется в дом и это же самое как они беспилотник вот еще и пожар обеспечен противогазы очень нужны их надо доходы есть еще не все пропали их надо доставать со складов которые формально могут учиться надо налаживать их производства снова именно как уже не от газа а от дыма от дыма пожара они должны спасти научить людей еще пользоваться надо значит все где-то если еще штаны протирают эти самые работники службы гражданской обороны где то что надо ходить и каждого учить противогазы и проверять нет противогаза вот уже не только за там за что-то там штрафы братья конкретно я противогаз нету штраф и так далее и чтоб все это было вернуть то что предвоенно я не произнесла война нет мало ли что завтра будет вот это его ваш антон я вас прошу благодарю за то что вы меня напомнили про этот совет да никто никогда мне не изберет потому что вы знаете что такое избранные как их выбирать никогда не внесутся эту инициативу туда где это все надо срочно делать и не будет спасено тысячи тысячи людей которые перспективе обязательно погибнут и именно из 10 9 от удушья так вот если бы приняли бы закон если бы миллиону человек раздали противогазы пусть бы спасли одного одного единственного ребенка подростка девочку только ради этого надо было бы вот этот закон ввести противогазы противогаз ну а вы уж как считаете нужен или нет